День добрый, здравствуй уважаемые водномоторники и же с ними сочувствующие. Третья часть, надеюсь, что заключительная блокбастера под названием Yamaha F15 2003 года. И сегодня мы вскроем клапанную крышку и посмотрим в каком состоянии зазоры клапанов. Соответственно, если они не в допустимых нормах, которые указаны на самой клапанной крышке, мы постараемся их отрегулировать. Сейчас для тех, кто не видел первые две серии, будет ссылка про замер давления масла и про раскоксовку этого чудесного двигателя. А мы займемся разборкой. Давненько я, ребят, честно скажу вам, не регулировал зазоры в клапанах. Наверное, крайний раз это было ВАЗ-2101 в далеком 1996 году. Не знаю, может быть... А, в восьмерке, наверное, что-то регулировал. Но, наверное, не сам. Нет, сам я там не мог регулировать. Там шайбы. Ой, да, техника. Техника импортная. Нас совсем разбаловала. Все просто превратила в каких-то наблюдателей. Так, ну что, снимаю топливный насос. Как я понимаю, его надо снять перед снятием клапанной крышки. Вот он. Так. Так, его мы вот так вот в сторонку отодвинем. Даже вот так вот засунем сюда, чтобы он нам не отсвечивал. О, красота. Так, что нас здесь может ждать? Все, четыре болта и все. И мы увидим японский просоленный мотор изнутри. Даже страшно, что меня там ожидает. Наверное, сейчас соляной монстр вылезет и укусит меня. За руку, за палец. И так, все, что могли, открутили. И надо как-то эту крышечку вот так. Вот она. Вот. Друзья, смотрим, что мы видим. Что мы видим. Ничего страшного я лично не вижу. Все такое красивое, миниатюрное. Зашибись. Посмотрим непосредственно вблизи. Таскать механизм изнутри. Вот. Все. Довольно-таки здорово, красиво. Без всяких, конечно, масляных отложений. Которыми часто пугают новичков. Так, вот туда я вниз положу тряпочку. Засуну, чтобы вот эти вот масла, если будет подкапывать, туда в капот не лилось. Вот так вот. Вот так вот даже вот так оставлю. О, красиво, красиво. Красота. Вот у нас впускные клапаны. Соответственно, они идут с правой стороны после впускного коллектора. И выпускные уже идут туда. Смотрим. Вот у меня щуп. Сейчас будем искать нужные пластины. Значит, впускные клапаны. Зазор должен быть от 15 сотых до 25 сотых. Выпускные от 20 до 30 сотых. Сейчас провернем, посмотрим, какие освободятся. И будем уже регулировать. Так, ставлю на скорость. Вот. Верхние у нас полностью закрыты. Так, вот пятнашка, двадцатка и двадцать пятка. Значит, впускные у нас должны быть от 15 до 25. Смотрим, что у нас по этому. Сюда даже не залазит, даже пятнашка не залазит. Прям вообще не хочет залезать. Вот этот вот пятнашку пропускает. А вот этот вот, ну никак не хочет, ребят. Так, посмотрим, что у нас пропускает вот этот вот еще. Все, двадцатку он уже не пропускает. Не, пропускает. Ну, двадцатку пропускает. В принципе, это хорошо. Двадцатку, наверное, уже... Сейчас, где она, двадцатка-то? Не, все, двадцатка уже не пущает. А вот этот вот верхний, первый цилиндр, впускной, засранчик, не хочет ни в какую. Его надо ослабить. Так, какой тут у нас? Десять. Ну, так вот. Ослабили. Вот уже пятнашку пропускает. Где двадцатка-то? Не, двадцатку. Сейчас мы его. Во. Вот так вот. Надо оставить, чтобы он двадцатку натяг пускал. Так, за это мы зафиксируем вот так. Вот так вот. Еще раз проверяем. Все, двадцатка пролезает, так же, как здесь. Так же, как здесь. Таким с хорошим. С натягом пролезает. Так. Выпускными займемся. Так, для этого надо еще нам покрутить немножко. Вот, все открылись. Выпускные. Там зазоры соответственно 20-30, 20-30. Начнем с двадцатки. И опять верхний цилиндр никак не хочет пролезать. Двадцатка. А нижний. Вот, нижний. Пролезает. И хорошо пролезает. Так, двадцать пятку берем. Нижний проходит и двадцать пятку. И двадцать пятку. Ну-ка, тридцатку возьмем. Тридцатку уже не хочет. Все, значит, получается у нас верхний цилиндр и выпускной клапан тоже. Сейчас. Тоже подзажат. Ребятки. Все, откручиваем. Так вот. Чуть-чуть откручиваем. И где-то вот так вот, наверное, двадцатка пролезает. Двадцатка. Вот с трудом уже так. Так, и тридцатку. Сейчас посмотрим. Тридцатку не пускает. Все, вот так вот оставим. Вот так вот. Еще раз проверим. Двадцать пятка пролезает с трудом. Как надо. Вот он, даже люфтец появился. Вот как надо. Тепловые зазоры. Ну что, друзья. Как говорится, сделал все, что он смог. Были подзатянуты клапаны верхнего цилиндра. Как впускной, так и выпускной. Нижний цилиндр. Значение в норме. Сейчас, соответственно, подтяну еще чуть-чуть вот так вот. О, нет, нормально. Головка. Опа. И эту проверю заодно. Вот так вот. Что, будем собирать и запускать. Ну что, соляного монстра мы здесь не увидели. Как бы этого многим моим коллегам не хотелось. Очень чистое масло. Все, посмотрели внутренности. Вообще никаких отложений. Вы сами видите. Просто вообще никаких отложений. Так сказать. Солидольно-мазутных. Все, закрываю крышку. Закручиваю. К слову сказать, прокладка в абсолютно новом состоянии. Не вижу, конечно, никакого здесь резона. Ничего не менять эту прокладку. Ну, собственно, меня ее нет. Не промазывать каким-то там герметиком. Там, наплывов от масла, я внизу не видел. Поэтому все здесь хорошо. Продолжение следует... Итак, друзья, фильтр мне еще новый и свечи не пришли. А завести очень хочется. Поэтому сейчас залью еще раз промывочное масло. В прошлом моем видеоролике вы видели, как я после раскоксовки колец промыл промывочным маслом. Один подписчик посоветовал, говорит, залей еще раз второй раз, чтобы окончательно вымыть ту черноту, которая оставалась в фильтре с прошлой промывки. Вот поэтому погоняем на промывочном масле и посмотрим. Как говорится, Ямаху маслом не испортишь. Все. Наливаем бочку, аккумулятор, бензин и заведем. Так, подсосик, чеку, газку немножко. Ребят, не буду утверждать на все 100%. Но у меня такое ощущение, что он чуть-чуть по-другому работает. Вот прям звучок стал немножко другим. Ну, собственно, ничего невозможного. Были перетянуты клапаны. Сейчас прогреется и уже тогда решим. Ну, а отсюда уже намного приятнее звук идет. Я посмотрю видео, может, вставлю, не знаю, если будет разница. Хотя видеокамера никогда не передает таких тонов звука мотора. Ребят, он реально стал работать лучше. Он так быстро не входил в режим холостого хода. Я его грел, грел. Посмотрите даже видео. Реально дольше намного. Пусть греется до холостых. А сейчас мы проверим работу генератора. Так, друзья, вот я положил здесь красный, я уже зафиксировал, плюсовой на клемме. А этот я буду так держать и вам показывать. Так, видите, да? 12,8. Так, сейчас я дотянусь до запуска. Вот, 13, все. Ребят, видите, генератор и реле-регулятор работают отлично. В чем я, собственно, и не сомневался. Друзья, хотите верьте, хотите нет. Вот он немножко прогрелся, он прям совсем по-другому работает. Он, во-первых, стал дрожать меньше, прям ощутимо меньше стал дрожать. Отсюда перестал сокот доноситься, неприятный был. Я вам точно говорю. Ну, собственно, струя, как была струя, так и есть. Сейчас я сниму как раз. Вот он. Вот такие вот дела. Итак, друзья, пусть он шумит. Даже под такой шум холостого хода приятно закончить ролик. В общем, даже не ожидал я, честно говоря, такого результата. Прямо вот на лицо работает лучше двигатель. Значит, подводим итог. Верхний цилиндр были зажаты как впускной, так и выпускной клапаны. Мы их отжали немножко, ну, на 0,10 мм отжали, и все стало хорошо. Получу фильтр и свечи, я их заменю. Ну, это я уже снимать не буду. Все, пусть он потратит сейчас на промывочном масле. Солью масло и на этом, как говорится, успокоюсь с этим двигателем. Займусь второй Ямахой. Я думаю, ее тоже можно проверить на предмет зазора клапанов. Все, друзья, подписывайтесь на канал Ресной Апредитет. Кому понравился ролик, ставьте лайки. И до встречи, в том числе и на воде. Все, пока. Ну, раз уж пошла такая тема, сделаю я и вторую Ямаху сразу. Хочу показать, как во втором моторчике дела обстоят. Аналогично. Никакого и следа даже каких-то отложений масляно-битумных. Все хорошо. Сейчас посмотрю зазоры, подрегулирую, если надо, и в путь.